Встречайте! Национальный директор Марьян Кумарова! Добрый вечер! Самые успешные и целеоздравляемые! Я знаю, что вы узнали, но просыпаемся! Смотрите, сколько лидеров в зале, сколько топ-лидеров! А зачем вы сюда пришли? У вас дела дома не было? Мужа, жены, детей, коров, котят! В конце-то концов вижу Саиду Раджапову! Где Саида? Вижу Анну Кононову, Светлану Заварухину, Оксану Голоманову, да и всю элитную команду! Как вы элит? И так все знаете! Зачем вам конференция? Именно так говорят некоторые консультанты, лидеры и директора! Находят тысячи причин! Говорят, нет новых званий! Бывает у вас такое? И остаются дома жить на эти 15-20 тысяч рублей, которые они потратили бы тут! Конференция – это не творкинг! Тут ты знакомишься с новыми людьми, получаешь эмоциональную подметку! Тут ты получаешь мотивацию, энергию, драйв! Это очень важная часть нашего бизнеса, которую нельзя пропускать! Званий новых! И не будет, если вы пропустите такие мероприятия! Повести за собой на вершину может только тот, кто туда направляется! И в этом зале все те люди, которые стремятся на вершину! И поведут за собой команду! Согласны? Да! Благодарю каждого за ваши аплодисменты, за вашу любовь, за ваши улыбки! Сколько людей за эти два дня подошли ко мне, обняли и сказали спасибо вам, что вы даже несколько девчонок сказали, что бесплатно делитесь информацией! Спасибо вам огромное за вашу любовь! Спасибо! Огромная благодарность компании за это мероприятие! Такая организация! Столько людей вложили душу в эту работу, чтобы нам показать эту красоту! Огромное спасибо! Благодарю каждого, всех фотографов, видеографов! Отдельная благодарность моим родным, близким! Моей семье! Моему супругу, который очень сильно за меня переживал! Благодарность моей семье Фаберли к моей команде! Я чувствую вашу энергию! Я знаю, что вы здесь! Я вас вижу! Спасибо вам огромное! Каждому человеку, кто в моей команде! И вообще на всей Фаберли к! Спасибо! Благодарю всех! Видеографов, фотографов и каждого человека! Меня зовут Варя Лумарова! Мамочка четверых сыновей! Вот именно так я сказала в прошлом году с этой сценой! А в этом году, внимание! Мамочка пятерых сыновей! Пятерых! Я уже получаю третий раз! Что? Банус материнского! Да, друзья! Да! И знаете! Всевышний мне сказал! Хватит тебе сыновей! Дочки, у тебя есть Фаберлик! Ой! Не нужна тебе дочек! Дочки, у тебя есть Фаберлик! А сыновья будут у тебя дома тебе помогать! Поэтому, вот, все девочки, это мои дочки! И знаете! В прошлом году с этой сцены я рассказывала, как я с Фаберлик изменила свою жизнь на тысячи процентов! Как я посетила более 15 стран за счет компании за 10 лет работы! Как приобрела всем сыновьям жилье! Рассказывала о своем благотворительном проекте! Что же изменилось за год? Многое! В этом году, благодаря Всевышнему и Фаберлик, в моей семье появился еще один сыночек! Вы знаете, друзья! Когда я работала в лицее, я родила двоих сыновей! И сказала, больше детей не будет! Не фанеру! И 9 лет я была с двумя сыночками! И когда я пришла в Фаберлик, я стала Рубиновым директором! И я сказала, вот теперь можно планировать детей, потому что Фаберлик показал и дал мне возможности! И во время беременности я вела очень активный образ жизни! Я работала и оффлайн, и онлайн! Я не говорила команде, у меня болит голова, меня мучает токсикоз, меня мучает изжога, у меня падает давление! Я была все время с командой! Вы сейчас поймете, почему я это говорю! На шестом месяце я провела в Хасабюрте большое мероприятие! На 400 человек вела его вместе с сыном, который, кстати, сейчас стоит снимать! И весь день на капутках! На шестом месяце я поехала с мужем в Курск из Дагестана, в Курск за 1700 километров, чтобы 24 часа туда и 24 часа обратно, чтобы поддержать мою яркую звезду Оксану Булыманову! На восьмом месяце я поехала с командой в Прельбрусья! Прыгала, бегала, танцевала! Как я родила сыночка, я приобрела обучение за один миллион рублей команде на одиннадцатый день, чтобы сразу подключиться в работу! К чему я это говорю? К тому, что беременность – это не болезнь! Это, наоборот, два сердца! У всех одно сердечко! В вас бьются два сердца! И должно быть еще активнее, еще энергичнее! И если вы девять месяцев будете лежать, ваша команда тоже будет лежать, ваш ребенок будет таким же пассивным, и вы не сможете потом поднять эту команду! Поэтому будьте активны, так как знайте вас! Два сердца! Отлично! Слушайте! Дети вам скажут спасибо за ваш труд! Буквально на днях моему последнему пока сыночку исполнилось три месяца! И я здесь, я не сказала, что у меня маленький ребенок, я сказала, что я должна быть там, потому что мне это нужно для дальнейшего роста! И, знаете, вам ваши дети скажут спасибо за ваш труд! Недавно мне звонит мама одноклассника моего третьего сыночка! Она во второй класс! Она говорит, мой сын сказал, почему мама Якубчика работает в Фаберлик и зарабатывает! А ты не работаешь и не зарабатываешь, и не покупаешь мне все, что я хочу! И она зарегистрировалась в Фаберлик! Но пока только регистрирована, не знаю, что дальше будет! Знаете, я была себе Купочка в магазине, вот буквально недавно то, что вспомнила! И он говорит, бежит передо мной что-то покупать! Он говорит, мама, спасибо Всевышнему, что выбрал мамы мне именно тебя! Я так рад, мам, что я в этой семье! Ваши дети вам скажут спасибо! Ваши дети вам скажут огромное спасибо за ваш труд! Я выросла на конференциях и никогда их не пропускаю! И скажу по секрету! Старайтесь попасть в элитную команду! Кто хочет в элитную команду? Вау! Сними столько людей, сколько людей хотят в элиту! Молодцы! Знаете, друзья, все время с 2015 года я в элитной команде была одна! В этом году я всегда мечтала! Всегда говорим об элитной Уфине! Давай элиту! Давай элиту! Я одна там всегда! И из моей команды не всегда! И в этом году я сидела в элитной команде за столом! И мои четыре девочки! Это Саида Раджабова! Это Оксана Гуйманова! Это Мохира Раджабова! Эти люди в этом году были в элитной команде! Саида! И в прошлом году уже нас четверо! Это так круто! Я желаю каждому! Пусть в девушке вам даст всю элитную команду! В команду! И знаете, когда я первый раз попала в элитную команду в Сочи, это было в 2020 году я говорила, я попала на ужин с основателем компании! Я была в восторге! Все выражали ему благодарность! И он говорит, зачем вы мне говорите спасибо? Почему вы мне не говорите, что улучшить? Что исправить для более лучшей, эффективной, результативной работы? Это меня очень сильно зацепило! И я поняла, что я сделала правильный выбор, выбрав Файберлик! И знаете, я увидела, как наш основатель и руководитель тогда принимает уверенное решение! Как он ценит каждого человека! Как он трепетно относится к организации! Серьезный подход к делу! И знаете, мне коллеги прошептали, что у него планы расписаны на 45 лет вперед! И я, которая на один год не может расписать планы! Какой масштаб крутой! Слушайте, друзья! Я тогда поставила себе цель получить из рук основателя компании чек на международного директора полтора миллиона рублей! И я его получила! Именно он мне его вручил! АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Геннадьевич, спасибо вам огромное за эту компанию! Спасибо вам огромное за людей, которые на миллион процентов изменили свою жизнь! И это я в том числе! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! За здоровую и непьющую компанию! Это нам очень важно! И за сертификат халяль, который сегодня был! АПЛОДИСМЕНТЫ И знаете, вот сейчас расскажу историю, не по сценарию! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мой второй сын, Мухаммад, кто его знает, снимал, вот, вижу ваши руки, снимал видеоролики в 14 лет. Все было хорошо, включился в работу в Фаберлик. И один день он мне заявляет, не снимай больше меня, никаких видео, никаких фото, у меня нет памяти, я не хочу это все. Хорошо, хорошо, оставила его. Проходит 4 года. И в Фаберлик появляются молекулярные БАДы. Вот это реальная история, вот Раджаб, который свидетель. Я вижу сразу, я не могла на тот момент пить их, потому что ждала ребеночка. И я вижу сразу антистресс и баланс нервной системы. Я вижу только эти два БАДы. Я их беру сразу. Вот моя команда знает, я их первый же раз взяла и дала пить мальчику. Он выпил весь курс. Вот эти два месяца он их выпил. Сделал весь курс и... А, он не оставлял наших младших детей. Был злой такой, вечно дразнил. Я ждала, когда же проходит это время, когда придет, когда он оставит этих детей. И, бац, он успокаивается, улыбается, оставляет детей в покое и говорит мне, я хочу прочитать книгу. Я говорю, Мухаммад, с тобой все в порядке. Он говорит, дай мне книгу какую. Я говорю, давай деньги в сетевом маркетинге, книги этого, этого. Он начинает читать. Он говорит, а я хочу это рассказать. Я на руча посмотрю. Я говорю, давай, расскажешь. И я ему задаю вопрос, и он рассказывает все, как было в той книге. Вы представляете, за два месяца какая память и... Вы, наверное, увидели, кто увидел это видео. Пять минут без остановки он рассказал, мы все были в шоке. Спасибо огромное, огромное за эти ВАДы. Спасибо компании. Вот искренне аплодисменты. Вот честное слово. Спасибо. Что же нужно делать? Теперь скажу. Вот. Топ-5 советов для роста по лестнице успеха. Первый совет. Все прочитали? Перестаньте бегать из компании в компанию. От наставника к наставнику. Фиксируйте и применяйте все то, о чем узнали от наставника. Третье. Регулярно посещайте все обучения от наставника и от компании. Делитесь с наставником своими открытиями, планами и достижениями. Копируйте действия наставника. Выберите. Выберите. Не обязательно, чтобы это был человек, который вас зарегистрировал. Выберите себе в интернете какого-то активного лидера. Вы отпишитесь на него и делайте все, что он делает. Он вам ничего не скажет. Все можно брать у него и выложить у себя. И делать, вот копировать его действия. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто может дать два часа бизнесу? Я. Кто может дать в течение дня? Столько рук. Можно больше, но не меньше. Два часа. Поднимите еще раз руки. Я посмотрю, вижу меня своих девочек. Ага. Молодцы. Два часа в день. Знаете, мне написал один директор. Она не удерживала звание и говорит, Марина, что делать? Я говорю, давай проведем эксперимент. Один месяц. Сделаешь все, что я скажу. И посмотрим, сделаешь директора или нет. И я ей даю вот этот бриф. Внимательно смотрим. Можете фотографировать. Я расскажу. Первая неделя. Понедельник, среда, пятница. Два часа в день. Вы отдаете на рекрути. Рекрутировать можно как угодно. Вы можете оффлайн рекрутировать. Онлайн, через всякие программы. Кому угодно. Самое главное, два часа на рекрути. И сохранение двадцати контактов минимум. Вы видели, как нам вчера на непридуманных историях рассказали. Хотели сохранить контакт и поженились. Все может быть. Все может быть. Сохраняйте контакты. Эти люди будут смотреть ваши статусы в Telegram и в WhatsApp. И если они захотят, они сами вам напишут. Не пишите им. Дальше расскажу, как сделать, чтобы люди сами вам написали. Вторник, четверг – это сопровождение команды, работа в группе. Два часа. Вы можете записать себе лидеров, которым вы будете звонить. Как угодно. Но два часа работы с командой. Суббота – это Zoom встреча с наставником. Вообще, встречи с наставником никогда не пропускайте. Не пропускайте, всегда посещайте. Вот это очень важно. Вторая неделя. Продолжаем. Два часа на рекруте. Сохранение двадцати контактов – это понедельник, среда, пятница. Сопровождение команды – вторник, пятница. Вторник, пятница. Четверг. И третья неделя. Тоже два часа – это понедельник, среда, пятница. А вот в четверг, посмотрите, на второй неделе эта работа уже с отчетами. Вообще, огромное спасибо компании за программу «Мейлинг». Вот просто, друзья, поддержите меня. Это такая классная программа. Правда ли? Это просто круто. Это так, отлично я работала. А теперь и боты, если будут. Драйв – вообще отдельная любовь. И в субботу Zoom встреча с наставником отчет. И третья неделя – обязательно звонки новичкам. Хотя бы познакомиться. Тем, кого вы зарегистрировали. Пообщайтесь с ними, подружитесь, расскажите. Знаете, вы не говорите им, сделали заказы. Вы им скажите, вон девочка вот этого достигла. Вот кто-то вот этого достиг. Рассказывайте об историях людей, которые достигли чего-то. Обязательно. И что вы думаете? По этому брифу за каталог она сделала директора? Да! Да! Она сделала 3800 баллов за один каталог. Но у нее была команда. Они все спали. Два часа в день. Делайте. И... Следующие – это пять ступеней ввода новичка в рабочий процесс. Первое – это подготовка почвы для реклотика. Второе – выявление потребностей. Пробуждение желаний у консультанта. Третье – презентация бизнес-возможностей на онлайн-встречи. Можно их провести в Зуме. Можно их провести в Телеграм онлайн. Можно их провести где угодно. Как вам удобно. Но обязательно должна быть презентация. Укрепление веры консультантов – свои силы. Планирование действий для достижения цели. Это очень важные пункты, друзья. Вот что вы поняли. Сделайте себе фото. Перепишите в ежедневник обязательно. Потому что с телефона может что угодно случиться. И дайте это своей команде. И работа над личным брендом. Я советую работать над личным брендом. Ваше сообщество в соцсетях. Ваши варморги, чат-боты и все инструменты, через которые вы работаете – это механизм донесения информации. А личный бренд – это часть информационной начинки, которая через механизм передачи привлечет к вам новых людей и расположит к вам их. И людей в команду нужно отбирать. Что мне получилось, как в том анекдоте. Мама говорит маленькой девочке. Что ты жуешь, деточка? Не знаю, само приползло. Такой подход не допустим в бизнесе. Да, приползло. И работайте над личным брендом. Звездный образ необязательно иметь. Очень многие говорят, я не знаю, как начать. Я не знаю, с чего начать. Ну вот, кто-то известный, уже кто-то известный. Каждый человек начал с первого шага. Очень привлекает людей, когда человек пришел. Пришла простая женщина. Не зарабатывала. Ничего не знала. Научилась. Обучилась. Поднялась по лестнице успеха. И стала зарабатывать. И делиться с вами этой информацией. Это и мой образ тоже. Я находила в ютубе видео из учительницы миллионершу. Свой первый миллион я заработала в 2012 году. А теперь я уже получила фаберлик. Более миллиона долларов. Вы знаете, я вам советую от души снять видео с прогревом. Сейчас вы знаете, реклама запрещена. Советую снять видео с прогревом. Как это делать? Кто знает? Я. Молодец! Есть кто-то даже? Видео с прогревом. Сейчас я вам дам два примера. Чтобы вы понимали, о чем я. Недавно я сняла видео. И там был прогрев. Это видео у меня сильно заверсилось. Более двухсот тысяч просмотров. И что же было в этом видео? Это получилось за несколько секунд. Вот моментально снятое видео. Я там рассказывала. Девчата, я сегодня была на свадьбе. И представляете? Все ко мне подходят. И я думаю, какая я красивая. А нет. Оказывается, им понравился мой новый аромат. Квиншип. Абсолют. Да, кто видеоролик? О, столь дорог. Да, это видео. И мне, знаете, звонят люди и говорят. Марьяна, скоро свадьба. Хочу этот аромат. Понимаете? Боль. Решение проблемы. И вот у многих девчонок были заказы именно на этом видео. И еще одно видео я сняла. И там я говорю. Абдул меня сегодня похвалил. Он сказал. Какой обалденный суп у тебя, Марьяна. А он просто не знает, что я его готовила в новой кастрюле от Фомерлик. И то же самое. Боль. Решение проблемы. Муж похвалил, наконец-то. И, знаете, нужно сделать так, чтобы человек сам к вам пришел. Как это сделать? Что привлекает потенциальных партнеров? В первую очередь, наставник. Он смотрит, могу ли я доверять этому человеку. поучу ли я от него пользу. В вторую очередь, он смотрит, как этот человек работает с командой и смотрит на его команду. Согласны? Да. Очень многие говорят, я в личку работаю. Кому ваша личка нужна? Если я не знаю, как ты работаешь с командой, как я к тебе приду? Я же вижу, как активные девчонки работают с командой. Понимаете, девочки? Все, что вы делаете с командой, показывайте. Чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. Вы даже, может, человек может скопировать вас. Он может сделать так же. И ему Всевышний даст благо. И это вам воздастся. Не скрывайте, не закрывайте. Отдавайте. И третье это предложение. Это человек смотрит на вашу компанию, на ваш продукт и на ваш бизнес-план. Это уже в третью очередь. Первое, это наставник. Второе. Молодец. И третье работа. Компания. И еще не ждите, пока за вас будут работать роботы. Вообще, я когда запускаю рекламу где-то, я понимаю, что идут все ленивые люди. Почему? Потому что всегда говорится, автоматизация, ничего делать не нужно. И притягиваем всех бездельников. Бывает так, заметили? А знаете, растущую, развивающую, эффективную, классную команду невозможно построить без личного участия. Согласны в этом? Да. Личное участие. Это очень важно. И знаете, я недавно... А, что вам даст товарооборот? Это марафоны, квесты, геймификация, челленджи. И я недавно запустила челлендж. Я его создала. Очень крутой челлендж. Я вам советую его запустить. Я вам пошагово дам сейчас, что нужно делать. Челлендж называется «21 день и новый я». 21 день нужно делать определенную работу. Если вы 21 день, и есть такое правило, 21 минута в день на спорт, вы не беспокоитесь о здоровье. Если дадите 21 минуту в день на уборку, вы не переживаете о беспорядке. Если вы даете 21 минуту в день на ведение личных записей, вы не беспокоитесь о недостатке идей. 21 минута в день работы над созданием источников дохода, вы не переживаете о финансовом благополучии. 21 минута в день не опасаетесь. А, на отдых вы не переутомляетесь. И 21 минута в день на чтение книги вы не переживаете, как стать экспертом, и у вас не будет недостатки идей. И еще 21 минуту в день отдайте, чтобы пообщаться со второй половинкой, и у вас не будет проблем с семьей. Мы что делали? Рассказываю правила челленджа. Вы выбираете из этих 6 пунктов 3, чтобы делать в течение дня. Утром с 9 до 10 вы скидываете план в группу, 3 пункта из этих. И вечером с 21 до 22 вы даете отчет в группу. Что сделали? 1. Ходьба. Это скачиваете шагомер и минимум 10 тысяч шагов в день. 2. Чтение книги. Вам нужно прочитать книгу и сделать аудио в вашу группу. И другие тоже будут слушать, что же вы прочитали и найдут для себя пользу. 3. Рекрутинг. Можно рекрутировать как угодно. Миллион с разных способов. 3 видеоролика снять в течение недели. С программом обязательно. 5. Каждый день пост на вашей соцсети. И личный объем от 100 баллов. Можно 100. Ну, например, кто сделает каждый день в течение челленджа по 10 баллов. Если 10, получает от меня бонус. И вы контролируете. Обманывать в этом челлендже нельзя. Знайте, что этот челлендж вы проходите для себя. И в течение каталога всей командой 21 день вы прибавляете себе новые крутые привычки. Очень круто работает, друзья. Делайте у себя. Спасибо. Далее. Я запустила марафон. Двухнедельный каталог был в 14-й. И я запустила марафон. В этом марафоне в течение каталога я давала задания. Какие были задания? Вот этот марафон нам дал результат в двухнедельном каталоге, как в трехнедельном. Даже не отмечалось, друзья. Очень круто работает этот марафон. Запишите себе. Я покажу вам задания, которые я давала быстро-быстро, а вы на свое усмотрение. Задания должны быть легкие, скажу, чтобы все могли выполнять, а не только лидеры. Здесь мы делали самопрезентацию. Все учились снимать видео, как зайти в кабинет, как оформить заказ. У каждого свое видео. Не моими пользуются, а свое. Вот тут научились в этом марафоне. В понедельник. Просыпаемся и начинаем. Можете фотографировать и чтобы я дальше показала вам быстренько. Давайте. Вторник. Помни о своей цели. Рассказываем. В понедельник тоже у нас был вопрос 50 баллов. Обязательно об этом напоминаем весь каталог. Создаем каналы коммуникации. Вот каналы, которые мы создавали. Другие тоже. Все. Их очень много. 9 каналах. Минимум. Оформляем заказ. Выкладываем во все соцсети фото и цельный каталог. Отчет 21.00. Третий день. Среда. Так держать. Называется. Сфотографируйте себе. И прочитать книгу Саид Мурата Доблатова. Изучить все. Отчет 21. Четверг. Сфотографируйте. Пятница. Ты сможешь. Помним о цели. Делаем все для ее достижения. Учимся оформлять заказ через личный кабинет. Снимаем видео, как оформить заказ. И 50 баллов. И смотрим видео. 24 способа привлечь трафик. Евгений. Затям видео. Суббота. Только не бросай. Девочки, всем советую эту книгу. Сетевой бизнес. Здесь по-новому. Очень крутая книга. Есть в Ютубе. Прослушайте. Здесь команды. Это уже все по-новому там рассказывается. И ты, как руководитель, проверяешь пять профилей в группе, которые рабочие, и даешь им обратный сайт, чтобы они исправили свои профили. Рабочие страницы должны быть упакованы. Но это отдельная большая тема. И в пятницу, в субботу мы делали темоблесса, презентация. Очень много людей сняли видеоролики. Я им подарила деньги. Бонусы как угодно можно дать. Это на ваше усмотрение. И в воскресенье доделай все, что не сделал за неделю. И это обязательно. И путь к успеху. Хочешь результат? Что нужно делать? Нужно делать. Давайте вместе. Хочешь результат? Делать. Одиноко? Делать. Устал? Делать. Страшно? Делать. И снова делать. Наверняка у вас есть цель, которую вы хотите достигнуть. Не сдавайтесь. Помните, что каждый шаг к успеху начинается именно с первого шага. И на первый взгляд, если вам кажется, что задача слишком сложная, знайте, что у вас есть все необходимые ресурсы, чтобы ее решить. Никогда не сравнивайте себя с другими людьми. Знаете, что вы уникальны. Каждый человек особенный. И перед вами сегодня девушка, которая на первой встрече с наставницей сказала, нет, не скажу имя. Я хочу огромную благодарность передать моей наставнице Елене Николаевне. Есть она здесь сегодня? Елене Николаевне. Где? Спасибо. Спасибо вам огромное. Я вас люблю. Спасибо. И... Знамец. Сейчас. Покажу. Перед вами коробочка. Перед вами коробочка. Если вы положите в эту коробку золотое колечко или какую-то драгоценность, она станет шкатулкой. Если вы положите в эту коробочку использованную салфетку, она станет мусоркой. Так и в нашей голове, что мы в нее вкладываем, то и будет с нами в нашей жизни. На зло неудачам, на зло заворохам, чтобы не было с вами, не падайте духом. Вы падаете, что носом, коленками, брюхом. Что ж, падайте всем, но не падайте духом! Спасибо вам! Спасибо, прокатая, друзья! Спасибо! Спасибо за поддержку! Я это сделала! Я не забыла жить! Спасибо, спасибо, друзья! Аплодисменты вам! Друзья! Пусть это утро, что услышит нас! Спасибо! Спасибо! Спасибо!